Чувства, направленные внутрь себя, так в нескольких словах можно описать идею этой встречи участников проекта «99 избранных». Испытать свои физические и психологические возможности можно было самыми разными способами, в частности, стоя на гвоздях. Я сам стоял на гвоздях, мой рекорд – 2 минуты 20 секунд. На самом деле, самое главное – отключить мозги и выбрать, для чего ты это сделаешь. Когда отключаются мозги, ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и всё происходит очень легко. На самом деле, те ощущения, которые после гвоздей, они феноменальны. Это можно использовать как способ разрядиться эмоционально. Это можно использовать как инструмент для исцеления своего организма и всех дисбалансов в нём. Это можно использовать как инструмент, который позволяет сконцентрировать энергию и направлять её на достижение своих целей, желаний, мечт и так далее. Это можно использовать как инструмент, который гармонизирует и вас, и вас в окружающем мире. Поэтому это практика, которая может дать всё, что угодно. Всё зависит от ваших желаний и от вашего намерения. Не все участники проекта решились на это испытание. Но те, кто всё же рискнули, смогли получить незабываемые впечатления. Неимоверное ощущение. Это просто другая реальность. Первые минуты — это на самом деле шокотерапия, которая просто взрывает мозг и переворачивает мир. И на самом деле хочется сбежать. Ощущение от того, что впереди какое-то новое открытие заставляет стоять через эту боль. Очень трудно о чём-то думать на гвоздях. Поэтому, может быть, если бы я постояла подольше, пришли бы какие-то полезные мысли. Пока был просто шок. Каждый человек реагирует на эту практику по-своему, в зависимости от чувств, накопившихся внутри. Поэтому и ощущения, они тоже индивидуальны. Как бы я сейчас чуть не пошла следующей быть, и вот теперь я заволновалась на самом деле. Потому что тут с людьми происходят какие-то очень странные вещи. Обида, боль, печаль, всё накопилось. Она подвернула ногу, просто растянула колено-стоп. Это тоже достаточно резная, неприятная процедура. Сегодня с тренировки, то есть, возможно, всё вместе накопилось именно в таком варианте, в котором вылилась слезами. Ну, я считаю, что слёзы — это всё-таки достаточно женский вариант. Свои эмоции выразить мы по-другому что-то не умеем. В рамках проекта организаторы обещают ещё как минимум две абсолютно разные встречи. А посмотреть всю историю сезона можно в группе 99 избранных и на официальном сайте проекта.